вот такая находка у нас здесь два огромных экземпляра этих грибов у меня уже лежат в лаборатории я решил из них взять споры потому что они уже вырастают этот был этот используется и два огромных как тарелки я собрал значит по внешнему виду этот гриб похож очень на шампиньон судя по цвету шапки и судя по цвету пластинок он похож на шампиньон но именно его странные размеры наталкивают на мысль что это шампиньон но какой-то его подвиг гриб съедобный я его употреблял пищу и мы сейчас посмотрим что вот вот такой внешний такой вид у него под шапкой имеет вот такую огромную ногу ну луковицы вот здесь немножко не цели осталось значит это уже второй год чтобы растают здесь эти шампиньоны и здесь вообще есть ареал такой что они растут но растут маленькие шампиньоны относительно вот этих огромных это скорее всего что это подвид шампиньона не совсем понятно немножко не похоже у него сама нога и вот эта юбка вот такая на ножке посмотрим на его качество качество прекрасное нужно отметить опять же таки что сама нога у него трубчастая то есть внутри ножки находится полость это казалось бы такой мелкий фактор но это важно при определении грибов они все очень похожи каждая вот эта мелочь имеет свое значение и в этом случае относительно вот этой полости вот в ножке то есть ножка у нас не не цельная а трубчастая значит решил я собрать из них споры попробую их отсеять по что можно еще давайте по запаху сейчас определим как они будут пахнуть ну такой запах ну своеобразный кто собирал лесные шампиньоны тот знает что они не ну значительно отличаются и по своим вкусовым качеством и по внешнему виду значительно отличаются от магазинных шампиньонов вот этих таких рафинированных беленьких а вот эти шампиньоны они более вот такого вида и соответственно такого вот цвета и запаха то есть сама шапка имеет такой можно сказать даже странный запах так и относительно что мы сделаем ну вот эту ножку мы ее вот заложим пусть она пусть не цели себе разрастается ну однозначно что это подвид шампиньона это не 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 тот шампиньон который мы видим на полках магазинов это его дикий сородич огромный вот этот этот не огромный огромные те что у меня в лаборатории я делаю споровые отпечатки мне сейчас лень туда идти ну в общем поверьте мне так просто на слово что они размером как как тарелка вот просто одна шапка размером как тарелка значит давайте как всегда я делаю обычно таких случаях никогда не повторяйте это самостоятельно потому что это не нужно повторять то есть мне можно вам нельзя вот смотрим видите мякоть у него белая сами пластинки коричневые то есть это однозначно что это не может быть бледная поганка в бледной поганки значит пластинки такого же цвета как мякоть или может могут быть там чуть-чуть отличаться лимонным цветом это однозначно что это что-то другое значит попробуем его на вкусовые качества ну что нужно сказать на вкус он приблизительно приятный приятный вкус я бы всегда грибы соли нужно мы соли не не вкусно значит если бы я его готовил я бы из него снял бы вот эту пленку в это тот случай вот когда бы я ее снял она именно вот эта пленка она добавляет вот этого специфического такого вкуса который есть вот именно на шапке сейчас попробую без пленки совсем другое дело бытует такое мнение еще у древних таких вот людей которые когда-то собирали шампиньоны на пастбищах и так дальше что они значит снимали пленку из шампиньонов поэтому вот это ну так сказать привычка немножко и у некоторых людей которые покупают шампиньоны в магазине они тоже пробуют снимать из них пленку вот это пленка сверху она добавляет не совсем хороший вкус лучше он без этой пленки то есть гриб вкусный съедобный можно из него делать салат непосредственно что я и собираюсь сделать с вами был как всегда макс али до следующих публикаций и встреч на канале они машут они машут тут у нас тут гриба вот либо вот ты понял ты понял что такое большой шампиньон она покажись вот вот такой у нас гриба вот тут вот такие у нас тут растут шампиньоны 4 грамма вода вот